Итак, дамы и господа, показываю, как уложить человека, когда мы проработали его со стороны спины, теперь будем работать со стороны, ну, спереди живота, спереди ног, да. Я иногда говорю человеку, ну, когда мы закончили, да, так, пожалуйста, переворачиваемся теперь ферильными частями вниз, ливером вверх. Это такая шутка, ну, люди посмеялись, ободряюще она помогает нам, да. Вот в данном случае, смотрите, вы просили человека положить руки, можно вдоль тела, да, положить, но чтобы они нам не мешались, лучше сюда, а еще лучше положить их на чакры. Вот одно здесь, одно здесь. То есть он сам дополнительно замыкает некоторые энергетические поля, контуры в себе, и у него начинает работать грудная часть, пока мы будем работать с ногами. Под шею делаем валик из полотенца, либо специальную маленькую подушечку можно иметь, либо там есть еще дополнительное средство, чтобы голова лежала удобно. Дополнительно растягиваются вот так вот шейные позвонки. Если мы работаем с ногами, или с животом, то желательно вот эту вот подушку подтянуть под коленки. Еще приподнимите чуть-чуть ноги. Все, опускай, опускай. Вот коленки, чтобы они были слегка приподняты. Таким образом расслабляются мышцы спереди, бедренные, да, и мышцы живота также расслабляются. Когда мы перейдем к животу, будем работать. Ну и, естественно, не забываем накрыть человека простыню или чем-нибудь тепленьким, чтобы он не остывал. Открывая только ту зону, ну, мы сейчас будем с ногой работать, да, ту зону ноги, которая нам необходима. В данном случае это левая нога. Чуть-чуть, да, вот так ее длинусь, может чуть-чуть ее согнуть. Вот так минимально, буквально так, угол 10 градусов. Этого достаточно, и мы приступаем к массажу ног спереди.